В Нягоне уже готовятся к юбилейной дате Победы. Там приступили к реконструкции памятника солдату-освободителю. Капитальное обновление патриотического объекта проводится впервые. Что предстоит сделать на монументе, узнала Татьяна Герт. Отмостку сделали, залили ступени. Новые чуть пошире они будут. Новые ступени шире на 10 сантиметров. Подниматься по ним станет удобнее и безопаснее. Плитки потребуются 130 квадратных метров. Цвет красно-серый. Такое сочетание придаст патриотическому объекту более торжественный вид. То, что уже сгнило, это все будем демонтировать. Там есть участки, которые сгнившие. Мы их также вырезаем и новое вставляем. День моего рождения, 8 октября. Год сейчас не помню. Мы вышли на улицу и решили сфотографироваться у памятника солдату. Фотографировались молодожены и новобранцы. У памятника солдату-освободителю проходили митинги и парады. Октябрят принимали в пионеры. Монумент установлен 46 лет назад, до 2005 года, пока не построили мемориальный комплекс. Вечная слава героям Отечества. Памятник оставался единственным местом, куда горожане в День Победы приносили цветы. Я помню по своим родителям, 9 мая мама красиво одевалась и бежала к этому памятнику, потому что там собирался народ. Могли встретиться, могли поговорить. И в то же время это была торжественная часть. Собирались здесь не только ветераны, а весь поселок, можно сказать. И ученики первой школы обязательно какой-то сценарий устраивали и приветствовали всех ветеранов и жителей нашего поселка. Капитальный ремонт решили провести заблаговременно, до празднования юбилейной даты Дня Победы. Строительная технология предусматривает выполнение всех видов работ именно летом. Сумма муниципального контракта порядка 800 тысяч рублей. У нас на этот год запланированы работы общей суммой на 6 миллионов 200 тысяч рублей. Это входит памятник солдату-освободителю, это мемориальный комплекс. По мемориальным комплексу будет работа текущего характера. И плюс у нас еще уже в настоящее время закончен один объект, это памятник локальным воинам. Главный праздник страны 9 мая нягонцы встретят на отреставрированных мемориальных комплексах. Все работы подрядчики завершат в этом году до конца сентября. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.